МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире игра «Ума. Палата». Всеобщеизвестный факт. За годы Великой Отечественной войны в ряды Красной Армии из Якутии призвали 62 тысячи 91-го человека. А знаете ли вы фамилию женщины, которая стала символом якутских матерей? Она проводила на фронт пятерых сыновей, но никто из них не вернулся в живую. Именно этот вопрос я хочу адресовать нашим сегодняшним героям. А пока что познакомимся с ними. Игроки, представьтесь. Так, я о нем устраиваю Филан, студент филологического факультета, третий курс. Группа Баба Ряу, 21. Получается, будущий учитель русского языка и литературы. Александр Иванов, телеоператор НВК Саха. Иван, вы студент-филолог, а значит, априори должны читать книги. Считаете ли вы, что, читая книги, можно стать эрудированным? Или для этого нужны энциклопедические знания? Ну, я считаю, что, чтобы стать эрудированным, скорее нужно брать информацию не из литературных книг, а больше читать те книги, которые дают информацию в большем объеме, но более в кратком содержании. А какую художественную книгу вы читали последней? Последняя книга, которую я читал, это «Айн Рэнт. Атлант расстраивал плечи». Спасибо. Александр, вас в телекомпании НВК считают одними из самых эрудированных сотрудников. Поэтому вопрос о символе якутских матерей я хочу адресовать именно вам. Какова была фамилия у женщины, которая проводила на фронт пятерых своих сыновей, но никто из них не вернулся живым? Я боюсь ошибиться, это, по-моему, Мальцева или Малгина лучшего закона. Да, сохраним историческую достоверность. Фамилия Малгина. Тем не менее, ответ правильный. Согласны ли вы вообще со своими коллегами, что вы эрудированный человек? Ну, я думаю, что мои знания не превышают. Знания среднего человека. То есть вас перехвалили? Может быть. Хорошо, проверим во время нашей игры. Итак, игра сегодня покажет, сможете ли вы выиграть 100 тысяч рублей, верно ответив на 20 вопросов в трех раундах игры «Ума палата». Пока что перед вами находится черный ящик, в нем два шара, красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть один из шаров. Тот, кто вытянет шар красного цвета, будет отвечать первым на вопросы первого раунда. Игроки, приступайте. Нашел красный. Судьба все определила за вас. Иван, вы будете отвечать первым на вопросы первого раунда. Пока что верните шары на место, и мы будем начинать. Итак, в игре три раунда. В первых двух вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В третий раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество правильных ответов по результатам второго раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится ровно две минуты. Игроки отвечают по очереди. Первым начинает Иван. Итак, первый раунд. Иван, какое сказочное живот над ним ударом копыта могло выбрасывать золотые монеты? Пас. Антилопа. Александр, назовите самую длинную реку в мире. Нил. Правильно. Иван, чем кроме флагов часто размахивают болельщики на трибунах? Пас. Шарфы. Александр, сколько постоянных зубов у собаки? 42. Верно. Иван, назовите страну, которая граничит с 14 странами и пересекает 8 часовых поясов. Харфа. Россия. Александр, как называется гол, забитый игроком ворота своей же команды? Автогол. Верно. Иван, в какой стране был основан первый в мире национальный парк в 1872 году? Америка. Йеллоустоун, США. Правильно. Александр, назовите два самых известных в мире и популярных произведения русских писателей. Ну, видимо, война и мир. Преступление и наказание Анна Каренина. Иван, какой цвет символизирует смертный грех зависти? Черный. Зеленый. Александр, какой известный художник был скульптором, архитектором и инженером? Леонардо да Винчи. Правильно. Иван, название какой страны в Центральной Америке переводится с английского как спаситель? Пас. Сальвадор, Александр, какой герой носил пояс, на котором было написано «когда злой бываю, семерых убиваю»? Кати-горошек какой. Храбрый портной. Иван, назовите самую продаваемую книжную серию 21 века. Преступление и наказание. Гарри Поттер, Александр, сельхового города в современной Талии открывается вид на Везуи. Палермо. Неаполь. Иван, в каком виде искусства художник Кандинский считается первым? Живопись. Абстракционизм. Александр, какое альтернативное название романа Франкенштейн? Чудовище Франкенштейн. Современный Прометей. Иван, какие две страны граничат непосредственно к северу от Венгрии? Пас. Словакия и Украина. Александр, какой роман Эмили Бранте стал вдохновением для песен Кейт Буш? Пас. Грозовой перевал. Время вышло. Первый раунд завершен. Общая статистика первой игры выглядит следующим образом. В течение первого раунда я задал вам 19 вопросов. При этом Иван дал один правильный ответ, а Александр — четыре. Иван, сложилось ощущение, что вам легче спасать, нежели подумать. Все так и было. Вы не любите думать. Не то, чтобы люблю думать. В том плане, долго думать особо не хочется, когда я ответа и так не знаю. Хотя, можно было угадать ответ насчет «Семи смертных грехов», но я поспешил, назвав черный цвет. Хотя, это был зеленый, да. И насчет Гарри Поттера, если бы было время, я бы, наверное, угадал. Просто лично Гарри Поттера я не читал. Понятно, думать не любите. Это не очень хороший показатель. Голова, видимо, не очень. Александр, почему четыре только ответа? Это очень мало. Ну, про Эмилию Бронте, как бы, я даже не знал. А, ну, все остальное, конечно, можно было бы подумать, если было время. Виновата время? Ну, мне как-то показалось, что маловато, да. Про Толстого и Достоевского, конечно, можно было догадаться. Тем не менее, Александр, вы получили преимущество. Теперь вы будете отвечать первым на вопросы второго раунда. Переход хода, я напоминаю вам, осуществляется во втором раунде после первой ошибки игрока. Это означает, что если игрок не ошибается, то вопросы задаются только ему. Александр, что нередко говорят о человеке, который злился и бежатся без всяких оснований? Лезет в бутылку. Правильно. Александр, кто позирует автора при создании картины или скульптуры? Натурщица. Правильно. Александр, какой легендарный художник-сюреалист известен тем, что рисовал плавящиеся часы? Сальватор Дали. Правильно. Как называется популярный моторский танец? Яблочко. Правильно. В какой животное, люди, эти сказки, кот в сапогах превратился перед смертью? В мышку. Правильно. Какой континент на земле самый большой? Евразия. Правильно. Сколько очков получает команда за победу, а сколько за ничью в групповых этапах футбольных чемпионатов? Пас. 3-1. Иван, через какой город проходит дорога Малхолланд-Драйв, прославленная фильмом Дэвида Линча? Пас. Лос-Анджелес. Александр, что делали персонажи Шекспира в саду в четвертой сцене второго акта пьесы Генрих 6-й? Целовались. Срывали розы. Иван, как нередко назвать большую часть чего-либо? Пас. Львиная доля. Александр, из какого числа геометрических фигур состоит поверхность футбольного мяча? О, там пятиугольники. 12 пятиугольников и 20 шестиугольников. Иван, на каком языке больше всего слов? Китайском. Английский. Александр, назовите самую большую страну в мире. Россия. Правильно. Что является естественной средой обитания шпрот? Море. Правильно. Как называется один из шести классов животных, выделенных Карлом Линнеем? Млекопитающие. Гады. Иван, в какой стране самые естественные озера? Россия. В Канаде. Александр, в какой печи плавят металл? В доменной. Мартеновская печа Иван. Что добывают участники телеигры Форт Бояр на первом этапе конкурса? Пас. Ключи. Александр, какая страна самая новая в мире, признанная в ООН? Время вышло. Правильный ответ – Южный Судан. Второй раунд завершен. А теперь сухие цифры. Во втором раунде вам было задано 20 вопросов, при этом Иван дал 0 правильных ответов, а Александр 8. Александр, ответов чуть побольше. Что легче, отвечать на вопросы нашей игры, наблюдая со стороны или находясь здесь, в студии, или для вас нет никакой разницы? Со стороны, конечно, легче. Почему? Ну, там нет никакой ответственности, там можно подумать, можно подсмотреть даже. Здесь прямо все внимание концентрируется и начинается какой-то ступор. То есть мозги начинают медленнее шевелиться, возникает больше сомнений. И голова перестает думать. Да. Ну, если для вас это редкое явление, то для Ивана, видимо, постоянное. Вы не думали совсем. Ноль правильных ответов. Иван, вы пришли в нашу игру для того, чтобы в двух раундах дать один правильный ответ? Ну, я считаю, что если не себе и не другому, то лучше постараться дать шансы выбиться в финал своему оппоненту. То есть вы хотите сказать, что вы уступили Александру? Нет, я не хочу сказать, что уступил. Если бы я знал ответы, если бы было время на раздумья, я бы дал правильные ответы в некоторых вопросах. Но когда время идет в считанные секунды, я не хочу отнимать это драгоценное время, потому что Александр очень хорошо выступил, уже набрал 12 очков. И для финала это довольно-таки, ну, на финальный третий раунд шансы есть. Поэтому я желаю ему успехов. Хорошо, я хвалю вас за то, что вы многословный как филолог, но не хвалю вас за пустую голову. До свидания. Хорошо, большое спасибо. Александру желаю успехов. Спасибо за пустую голову. Александр, ровно одну минуту я задаю вам вопросы, вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20 по итогам всех трех раундов, вы получите уникальный шанс побороться за главный приз игры «Ума Палата» в 100 тысяч рублей. Я напомню вам, что за этот большой куш можно побороться в конце нашего телесезона. Александр, кто такой чеботаль? Сапожник. Правильно. Что не относится к трансписи автомобиля? Коробка передач, сцепление, амортизатор, дифференциал? Амортизатор. Правильно. В каком городе установлены памятники кошкам Василисе и Елисею, привезенных из Ярославля для борьбы с крысами? Петербург. Правильно. Что помешало в 1919 году провести финальную часть розыгрыша хоккейного кубка Стэнли? Эпидемия гриппа. Правильно. Кто в середине прошлого века носил обувь, ставшую известной как Пенни Лофера? Студенты. Правильно. Кто из художников родился в Венеции? Каналетто, Перуджино, Караваджо, Венецианов. Каналы Каналетто. Правильно. В зернах какого растения идут на приготовление попкорна? Кукурузы. Правильно. Что помогало распределять первокурсник по факультетам волшебной школы в саге о Гарри Поттере? Шляпа. Правильно. Название какого камня происходит от итальянского слова зернистый? Гранат. Гранит. Герой какого фильма получил от невесты характеристику? Он был художником по металлу, а теперь преподает. Пас. Правильный ответ – Покровские ворота. Время давным-давно вышло. Александр, за время игры я задал вам 10 вопросов. При этом вы дали 9 правильных ответов. Меня интересует вопрос насчет камня, который переводится с итальянского языка, как зернистый. Вы ответили – гранат. Правильный ответ – гранит. Ну, я догадался, что зерно, да? Зерно по итальянски «грану». Ну, первое, что пришло – гранат, конечно, зернистый гранат. Ну, гранит, там одна буковка. Конечно, камни разные, но слово примерно однокоренное. Неважно, засчитали бы мы вам гранит за правильный ответ или нет, мы его засчитали за правильный ответ. Вы набрали общее количество правильных ответов до 21. Это означает, что в последнем решающем раунде вы смогли пополнить копилку своих правильных ответов до необходимого минимума. И поэтому вы будете приглашены на дополнительную игру для того, чтобы сразиться за главный приз. Ну, а теперь раскройте нашим телезрителям весь секрет успеха. Вы хорошо учились в школе, много разгадываете кроссворды, смотрите телевизионные шоу интеллектуальные или просто с детьми много делаете уроки? Ну, на самом деле, конечно, все это присутствует. Но самое главное было у меня, когда я учился в втором, в третьем классе. Я жил в тундре, в русском устье, и там не было телевизора, там не было, ну, кино было не каждую неделю тоже. Ну, и детские книги, которые там были, я все перечитал, и мне пришлось читать большую советскую энциклопедию в этом возрасте. И как бы вот, что было, то и читал. Но больше нечего было делать. Ну что же, скажем спасибо умным книжкам и тундре. Спасибо за игру. До свидания. Спасибо. Это игра «Ума. Палата». Игра, где с помощью своего ума, азарта, можно выиграть 100 тысяч рублей. Такой шанс появился у нашего предыдущего игрока Александра. Интересно, повторят ли этот успех следующие наши игроки? В июле прошлого года исполнилось 115 лет со дня провозглашения знаменитой фразы «Главное не победа, а участие». Особенно хорошо с ней знакомы участники соревнований и олимпиад. И не обязательно спортивных. Многие считают, что это народная мудрость. Однако это не совсем так. У этого изречения есть вполне конкретный автор. Интересно, знают ли о нем наши следующие игроки? Давайте узнаем прямо сейчас. Игроки, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Мария Ким. Я работаю корреспондентом радио новостей телеканала «Якутия-24» и редактором «Радио ТЭТИ». Здравствуйте, меня зовут Александр. Я работаю звукооператором на «Якутия-24». Мария, считаете ли вы себя азартным человеком? В каких-то, наверное, определенных случаях. Какой предмет вам в школе давался лучше всего? История, русский, литература. Гуманитарные предметы. Гуманитарные, да. Будем надеяться, что их будет сегодня для вас больше. Александр, скажите сразу, вы умный человек? Смотря в чем, не во всем. Кругозор. Рудиться. Где-то чуть-чуть на каждом. Понятно. Но я думаю, что вы точно знаете, что 115 лет назад кое-кто произнес фразу «Главное не победа, а участие». И, конечно же, это был кто? Трудняюсь ответить. Это был Пьер Декубертен, инициатор организации современных олимпийских игр. Эта фраза для вас сегодня актуальна? Да. Вы умнее, Мария? Игра покажет. Ну что же, давайте с этих слов и продолжим. Игра покажет. Кто сегодня сможет выиграть 100 тысяч рублей, верно ответив на 20 вопросов во всех трех раундах? Пока что перед вами находится черный ящик. В нем два шара. Красного и синего цветов. Необходимо одновременно протянуть руки и вытянуть шар красного цвета, потому что именно он дает право отвечать первым на вопросы первого раунда. Игроки, приступайте. С ним уже начали. На Александра удача пока что на вашей стороне. Верните шар на место, и мы будем начинать. Александр, вы будете отвечать первым на вопросы первого раунда. В игре три раунда. В первых двух вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. Третий раунд пройдет игрок, набравший наибольшее количество правильных ответов по итогам второго раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится ровно две минуты. Игроки отвечают по очереди. Первым начинает Александр. Итак, первый раунд. Александр, какая сессера в романе Александра Сергеевича Пушкина, Евгения Агень, была старше Ольга Ли, Татьяна? Татьяна. Верно. Мария, как назвался первый музей России, учрежденный Петром Великим? Кунсткамера. Правильно. Александр, название какого продукта переводится в французском, как кёльнская вода? Пас. Ваня, Иван. Иван. Правильно. Александр, кто создал знаменитую мраморную статую Давида, шедевр эпохи раннего возрождения? Микранджел. Правильно. Мария, какой класс животных, самый многочисленный и самый распространенный на Земле? Не животных, скорее всего. Насекомые. Александр, кто пользуется мастихином, художник или кузнец? Художник. Правильно. Мария, как назвался личный флаг императора, поднимающийся в месте его пребывания? Пас. Штандарт. Александр, над входным портиком Большого театра расположена скульптура Аполлона с упряжкой. Сколько там лошадей? Четыре. Правильно. Мария, что нужно сделать, чтобы в Англии вам сказали, да благословит вас Бог, а в Китае живите сто лет? Пас. Чихнуть. Александр, какие бытовые предметы китайцы дарят молодоженам, чтобы те всегда были всегда вместе и всегда помогали друг другу? Чашечки. Палочки для еды. Мария, какое учреждение в Санкт-Петербурге является одним из самых посещаемых, хотя его название в переводе с французского означает место уединения? Мариинский театр. Эрмитаж. Александр, какое созвездие нашего неба имеет вид латинской и английской буквы В? В. Модолей. Кассиопея. Мария, на каком континенте находятся бульканы Эребус и Террор? О, это тут пас. Антарктида. Александр, супруга какого-то районского героя была Андромаха? Пас. Гектора. Мария, в честь какого французского микробиолога назван способ обеззараживания пищевых продуктов? Пас. Луи Пастор, Александр, что согласно легенде растворила и выпила на перу с Марком Антонием, царица Египта Клеопатра? Вино. Жемчужину. Мария, из чего был дворец, построенный для шутовской свадьбы, подданных императорице Анны Иоанновны? Эм, если что, пас. Из ледяных блоков. Время вышло. Итак, первый раунд завершен. Общая статистика первой игры выглядит следующим образом. В течение первого раунда я задал вам 18 вопросов, при этом Мария дала два правильных ответа, а Александр – четыре. Александр, как вы оцените сейчас уровень своих интеллектуальных способностей? Вы все-таки умный? Ну, затрудняюсь ответить. Ну, это экстремально, так быстро отвечать. Для меня это в первый раз. И думаю, в принципе, это норма. По крайней мере, для себя вы сделали вывод, что вы умнее Марии. Говорит, да. Да? Ну что же, Александр, вы получили преимущество. Теперь вы снова будете отвечать первым на вопросы второго раунда. Переход хода, я обращаю ваше внимание, во втором раунде осуществляется после первой ошибки игрока. Это означает, что если игрок не ошибается, то я задаю вопросы только ему одному. Александр, что означает ДВНК? Клетки. Резок серебро, нуклеиновая кислота. Мария, какая лунная миссия? Аполлон была первой, на которой появился луноход. Аполлон-15. Правильно. Александр, Мария, прошу прощения, кого из российских олимпийских чемпионов прозвали бенгальской тигрицей? Маргарита Мамун. Александр, что делает кошка на картине Павла Федотова «Сватовство майора»? Сидит у окна. Умывается. Мария, с помощью какой точки Архимед собирался перенуть рычагом землю? Точка опоры. Правильно. Мария, как назвался первый искусственный спутник, запущенный Советским Союзом в 1957 году? Спутник. Спутник один. Правильно. Мария, какая самая редкая группа крови? Вот это вот точный четвертый отрицательный. Правильно. Мария, земля состоит из трех слоев, которые различаются из-за разной температуры. Каковы три слоя? Пас. Карамантия, ядро. Александр, в какой группе животных относятся лягушки? Пас. Земноводные. Мария, сколько костей в теле человека? 30. 206. Александр, сколько костей в теле акулы? 160. Нисколько. Мария, куда успешнее пытался проникнуть волк в сказке о трех поросятах? В третий домик. Поросенка звали? Наф-наф. Правильно. Мария, каким словом завершается устойчивое выражение трудного пути к прекрасному? Через сернии? К звездам. Правильно. Мария, где расположены самые маленькие кости в организме? Наверное, во рту. В ухе. Александр, сколько сердец у осьминога? Сердец. Четыре. Три. Мария, этот человек ответственный за изменения представлений древних людей о работе Солнечной системы. Он предположил, что Земля не является центром Вселенной, а Солнце находится в центре нашей Солнечной системы. Кто был? Он. Пас. Коперник. Александр, кого считаете за предателем телефона? Ой. Пас. Александр, время вышло. Во втором раунде вам было задано 17 вопросов, при этом Мария дала 6 правильных ответов, а Александр – 0. Александр, вы были чрезмерно самоуверенными. Вы все-таки глупее, Мария. Да, наверное. Да, это был не вопрос, а утверждение. Спасибо. Спасибо за игру, что-то скажете на прощание, коллеги. Желаю тебе удачи, Мария. Спасибо. До свидания. До свидания. Мария, какие ощущения от игры? Как-то очень эта зона некомфорта. Почему? Быстро, быстро, вопрос, быстро. Посмотрим, как вы себя проявите в третьем раунде. Мария, ровно одну минуту я задаю вам вопрос, и вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20, у вас появится уникальный шанс побороться за главный приз нашей игры «Ума Палата» – 100 тысяч рублей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мария, какой цвет первым бросается в глаза? Белый. Желтый. Какая единственная кость в теле человека не соединена с другой костью? Пас. Подъязычная. При какой температуре градусы Цельсия и Фаренгейта равны? Минус 40. Правильно. Какие четыре основных драгоценных металла? Золото, серебро. Платина и палладий. Космических путешественников из США называют астронавтами. В России их называют космонавтами. Откуда тайканавты? Китай. Правильно. Какой частью человеческого тела является подмышечная впадина? Подмышка. Правильно. Из чего в 1924 году был построен первый вариант мавзолея Ленина? Из дерева. Правильно. Что замерзает быстрее, горячая или холодная вода? Холодная. Горячая. Как жир покидает ваше тело, когда вы худеете? Через дыхание. Через пот, мочу и дыхание. Правильно. Эта часть мозга отвечает за слух и зрение. И речь? Можечок. Височная доля. Что используют в качестве оружия герои научно-фантастических произведений? Бластер, тостер, кластер, постер? Пас. Бластер. Как стало называться товарищество русских художников в конце позапрошлого века? Пас. Передвижники. Какую часть тела поражает болезнь Брайта? Мозг. Время вышло. Это была почка. Мария, как ощущения? Как вы думаете, смогли ли вы довести счет правильных ответов до 20? Возможно, да, если бы я была бы в команде, стоять одной и так экстремально быстро, правильные ответы находить очень сложно. Я привыкла работать в команде. Итак, за время игры я задал вам 14 вопросов. Вы дали 5 правильных ответов. Ваш печальный прогноз был правдив. В последнем решающем раунде вы не смогли пополнить копилку правильных ответов до 20, поэтому покидайте нашу игру. Но прежде мне хочется у вас спросить, что все-таки помешало, кроме скорости? Ума, палата, ключ потерян. Да, иронический модус действительно включен в название нашей игры. То есть вы хотите сказать, что ума-то действительно не очень много, да? Я соглашусь. Вы соглашаетесь. Ну что же, ну а самую иронию мы ценим. Мы возвращаем вас из некомфортной среды нашей игры в вашу комфортную жизнь. Успехов. До свидания. Спасибо за опыт. Это ума-палата. Денежный приз снова остался у меня. Может быть, следующим игрокам повезет больше? Узнаем об этом через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...